С Ириной Николаевной в эфире мы встречались где-то год назад, когда она была уже руководителем управляющей компании «Свейдим». А до этого еженедельно, лет 15, встречались на общекородских планерках, когда она была директором ЖКЦ. Так что опыт работы в коммунальной сфере у нее огромный. Поговаривать, что через ее руки прошло около 100 тысяч обращений от жителей города, и большинство проблем были лишены. Сейчас Ирина Николаевна работает только с населением, которое выбрали управляющая компания «Свейдим». Наш разговор мы начали с больной темы. Как повлиял коронавирус и карантин на ее предприятие? Мы свою работу как выполняли, так и выполняем. Единственное, что мы больше стали покупать моющих средств именно с такими этими, отмывать подъезды, протирать перила, подоконники и все остальное, то, чего касается руки жителей, двери, почтовые ящики. Ну, то есть больше стали покупать моющих средств. И я каждому работнику пошила по 6 масок съемных, потому что требовала от них, чтобы они маску одевали на 4 часа работы. То есть на работу приходили с двумя чистыми, постиранными, выглаженными масками. Они так работали у меня. Одноразовые маски слишком дорого. Они первые у нас были по очень дорогой цене, 14 гривен, да. Но представьте себе, на каждые 2 часа работы, это на рабочий день надо покупать как минимум 4 маски на одного работника. Ну, это очень дорого. Мы тогда их пошили в ателье. Я самая первая в ателье заказала. Цена была немножко, конечно, дороговато, 30 гривен, по-моему, маска. Но, тем не менее, эти маски до сих пор и у меня дома. Я стираю, глажу, одеваю. Мы с вами год назад, по-моему, встречались. Как успехи? Есть ли продвижение по количеству домов, которые вы обслуживаете? Ну, да. Я не веду такую бурную деятельность, как у нас ведут некоторые, занимаясь агитацией, рассказывая, как плохо Жаболенко работала в ЖКЦ. А мы будем, да, работать хорошо и покажем вам свою работу. Я спокойно работаю с людьми. Если ко мне люди обращаются, я даю свою цену. Люди могут пройти по моим домам, посмотреть результат моей работы и прийти к нам, если пожелают. Ну, вот, даже во время карантина два дома, мы с 1 июня заключили договор на два дома. Таллинский пятый и Таллинский шестой дом. Пока еще и анализ такой не проводила, довольно недовольны жители. Но то, что мы подъезды отмыли, убрали территорию, покосили газон, и мы это сделали. Вы же в коммунальном хозяйстве работаете более 30 лет, да? Да, 89 года. Не так давно, бывший, правда, директор ЖКЦ давал интервью, он сказал, что ЖКЦ была создана искусственно, что оно не выполняло свои функции даже на 50%, что отсутствовала конкуренция, и они не работали даже на 50%. Вам не обидно слушать было вот это заявление? Нет, я перестала в последнее время читать все, что пишет господин Юрченко. Потому что, скажем так, что он из себя представляет как специалист, его квалификацию я узнала за полгода работы с ним, он работал у меня заместителем, когда я работала директором предприятия, мечтал стать директором, что его назначат после моего ухода, и он реформирует предприятие. Но результаты реформ на сегодняшний день я вижу. Мне обидно за предприятие. Посокращали людей, убрали расчетный центр. Теперь люди со своими квитанциями, в которых они ничего не понимают, знаете, куда ходят? На Дружбу народов 15, ко мне в офис. Причем дома не мои. Но когда приходят ко мне с квитанциями водоканала или КПУ ЖКХ, я спокойно с людьми разговариваю, девочкам перезваниваю, бухгалтерам поясняют они мне, я людям объясняю, все нормально. Но когда приходят ко мне с квитанциями КП ЖКЦ на управление, ну это уже не смешно, честно вам скажу. По моим квитанциям ко мне никто не приходит. Человеку достаточно позвонить мне на мобильный телефон. Я сняла трубочку, записала его вопрос, разобралась с бухгалтером, отзвонилась, человеку сказала, все, люди ко мне в офис мои практически не ходят. Этой работой должны заниматься профессионалы, не люди, которые, вот знаете, сидят в интернете и мне красиво рассказывают. Я вообще в интернет не выхожу, честно вам скажу. Но последний раз меня разозлил судариков. Начал там про деревья писать, про все остальное, кто что, сколько стоит, я ему там ответила. А так я обычно не выхожу в интернет, не читаю, что про меня пишут, вообще ничего не читаю, потому что мне это неинтересно. У меня уже такой возраст, что мне надо работать и думать о работе. Понятно. И все же, вот тут давайте я вернусь к той теме, ЖКЦ была искусственно создана, то есть в нем были какие-то положительные моменты, вот в тот момент, когда создавалось, вы же были у истоков. Когда КПУ ЖКХ решила избавляться от несвойственных им функций, а они действительно им несвойственны, они должны заниматься не жилым фондом, они должны производить тепло, поднимать воду, перерабатывать стоки, то есть электроэнергию вырабатывать и все остальное. Поэтому, естественно, когда они начали освобождаться, от кого они стали освобождаться? От самого большого цеха. Хотя вы знаете, уже царство ему небесное, покойник, наш бывший начальник отдела кадров Евгений Улкианович, он всегда говорил, с ума сошли, у Жаболенко самый цех такой, самый большой цех, и который меньше всех тратит денег, и мы от этого цеха избавляемся. У нас скоро будет на одного раба 33 прораба. Так и получилось, потому что у меня был очень маленький административный штат, аппарат в цехе, и много было рабочих. И поэтому мы тянули все предприятие, вытягивали за счет нас. Но потом произошло то, что произошло. В 2003 году, это не была ни моя инициатива, такое решение приняли депутаты городского совета. Они написали статут предприятия. Мы были исполнителем услуг по содержанию домов, придомовых территорий и благоустрою города. Все, назначили. Конкурс при чем? Знали, наверное, что Жаболенко такая хитрая, людей наберет и будет сама эти работы делать. Мне не дали. Депутаты приняли решение, что нужно провести конкурс и нанять частные подрядные организации. Конкурс был проведен до создания предприятия. И неправда, что он рассказывает искусственно созданное, 50% функции и все остальное. Мы эту работу делали. Конкурсом избрали предприятия. Сначала было предприятие, по-моему, если мне память не изменяет, это очень давно было, в 2003 году. Сначала было шесть предприятий. Потом те предприятия, которые не выдерживали работу, рассказывали мне, что как платят, так и работают, так не будет. Поэтому эти предприятия ушли с рынка. Мы решением сессии расторгали договора с этими предприятиями. Сейчас закон поменялся. Сейчас жители имеют право выбрать себе управителя и работать с кем они хотят. Захотели жители работать с КП ЖКЦ, Юрченко немножко ошибается. Это не его заслуга. Это наша заслуга за 15 лет, что жители выбрали коммунальное предприятие. Хотя на собраниях мне высказывали массу замечаний, массу требований, претензий, и с которыми со многими я была согласна, потому что я действительно видела недостатки в работе и моего персонала, и подрядных организаций. За 30 лет работы я, наверное, уже каждый дом прошла от подвала до крыши, и я по каждому дому все замечания и все недостатки вижу. Поэтому не в кабинете директору надо сидеть, а заниматься на домах. Поэтому господин Юрченко, наверное, немножко другую позицию. Они же сейчас современные менеджеры не такие, я же совок. У нее даже мельской голова наш Юрий Кириллович сказал, что Ирина Николаевна у нас совок. Ну, совок я, да, я действительно совок. Я в Советском Союзе выросла. Я и сейчас на своих домах пенсионерам помогаю, и сантехнику ремонтирую бесплатно, и электрику, и счетчики ставлю, все делаю, помогая людям. Да, я начинала тяжело, потому что я не могла на собраниях себе позволить оскорблять кого-то, я не могла себе позволить выставлять какие-то претензии. Они там целой стаей приходили на собрания, по 10-15 человек, там кричали, ругались представители КПЖКЦ, подрядчиков. Я спокойно приходила и говорила, вот моя цена, вот мой проект договора, вот мой перечень и периодичность. Хотите со мной работать, придете, найдете меня. Не хотите, как хотите. Телефон мой весь город знает. Все. Начинала она с двух домов, а сейчас их уже 12. И еще есть перспективное предложение от других домов. Юрию Григорьевичу у меня один такой простой совет. Создайте свою компанию и работайте. Работайте с жителями, рассказывайте, какой вы хороший, какой вы передовик, как вы много умеете и знаете, и люди могут к вам потянутся. Хорошо, а сами не хотите вернуться уже к КПЖКЦ? Честно, даже не знаю. Ну, во-первых, мне никто не предлагал. Да, мне никто не предлагал. Ну, за державу обидно. Мне обидно за мое предприятие, которое... Что вы сделали уже? Да, мне вообще обидно за мое предприятие, которое я с ноля создавала. С ноля, без инструментов, оборудования, материалов. Без штата я людей набирала. И вот это все переколумесили и превратили вообще непонятно во что. Обидно. Хотелось бы вернуться и махнуть шашкой. Хотелось бы. Ненадолго. На полгодика. Ну, чтобы навести там порядок? Да. Да. Ну, мне никто не предлагает. Я понял. Наверное, боятся вашей шашки. Так, поэтому я работаю, как я работаю у себя на предприятии. Придут еще ко мне люди, спасибо им скажу большое. Работаю на домах. У меня тариф самый низкий в городе. Моя выногорода у правителя. Вот моя. Мои царские деньги. Меня, бухгалтера, там помощников моих. 40 копеек с квадратного метра. Самый низкий в городе. Вот ласка. Приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова